Добрый день! Доброе утро! Ну, как Дина меня представила, меня зовут Николай, это русское имя. Раньше преподаватель дал мне такое русское имя. Ну, раньше я учился в Советском Союзе в России, ну, в общей сложности 17 лет, в Краснодаре, на Кубанье. Окей, мы не об этом. Самое главное, сегодня мы поговорим друг с другом о совсем новом проекте. Ну, правда, новый для нас, но для мира он уже работает некоторое время. В самом деле, вот, очень интересный проект. Я слышал про этот проект еще в марте. Но, как-то не обратил внимания, не слушали, пока где-то две недели назад к нам вернулись, сказали, послушайте, послушайте, вот там еще раз, сейчас у компании есть новая стратегия развития, очень интересный. Мы послушали, и в самом деле, вот, у нас такое настроение рабочее поднялся, и я вот там начал рассказывать нашим ребятам во Вьетнаме, потом другим ребятам во других странах, и, в самом деле, никто абсолютно не отказался от участия в этом проекте. Вот такой оптимист, такой ажиотаж я вообще не ожидал. Не ожидал. И полчаса назад я проверил, что за эту неделю мы уже подключили, подключили больше 10 тысяч 300 человек за неделю. Вот такая скорость рабочая, я не ожидал. Ну, хорошо, давай поговорим конкретно. У нас, вот, как я один сказал, есть три части. Первый я стараюсь уложить в 40 минут, чтобы рассказать вам, а потом у нас будут вопросы, ответы. И в конце третьей части я постараюсь вам дать инструкцию, как можно зарегистрироваться и заказывать прибор этого проекта. Окей, поехали тогда. Сначала я хочу открывать главный веб-сайт. Веб-сайт называется Helium.com. Я уже выбрал русский язык, чтобы нам понятно было. Это веб-сайт одного проекта. Проект связан с Helium блокчейнным и с криптовалютой Helium. Этот проект интересный, он дает нам возможность участвовать в строительстве, называется, децентрализованной беспроводной сети. Эта сеть будет работать по всему миру, охватывать все города, все страны и выполнять функцию передачи базы данных интернета вешей. Это одна функция этой сети. Вторая, это одновременно с передачей базы данных интернета вешей, эта сеть, эти точки, участвующие в этой сети, добывает криптовалюту, называется Helium. И если мы участвуем в этой сети, имеем свою точку, иначе, имеем, вот там, другими словами, мы участвуем, имея свой прибор, устройство в этой сети, то это устройство приносит нам эту криптовалюту Helium. Окей? А вот эта криптовалюта Helium добывается с помощью низкой частотой радио. Эти монеты добываются по совсем другой, новой технологии, нежели у биткоина или у эфира. Чуть позже я объясню, в чем различие между этими технологиями. Окей. И чтобы майнить эти криптовалюты, нам должны иметь устройства, как-то в этой сети. И эти устройства, эти устройства, ну, так они по-английски называются хоспорт. Эти хоспорт, как вы на экране видите, разные, разные. Вот компания Helium, проект Helium, дает всем компаниям, всем людям возможность участвовать в строительстве этой беспроводной сети. Ну, какие вот там приборы, устройства мы можем иметь, чтобы участвовать в этой сети. Я обращаю внимание вас на этот. RAC WALLET DORA1. Вот я выделяю, чтобы вы это. Это устройство, про него, и мы поговорим, его, и мы хотим получить, чтобы участвовать в строительстве этой беспроводной сети Helium. Поговорим о криптовалюте, о криптовалюте Helium. Сейчас, если вы зайдете на вебсайт CoinMarketCap, то увидите, что криптовалюта Helium уже занимает 67 место в списке 100 сильных криптовалют. Ну, первый в списке, наверное, знаете, это Bitcoin. И на данный момент Helium имеет цена 13 долларов. Ну, цена по запросу и предложению, понятно. Общее количество монет Helium по блокчейну 223 миллиона. На данный момент уже добыто больше 92 миллиона монет, и они в обращении. Это криптовалюты. Можно торговаться на разных криптовалютах, биржах. Ну, конечно, на Binance, на Binance, наверное, знаете, что можно торговать, продавать без проблем. Значит, если мы видим это, то, конечно, ликвидность этой криптовалюты уже бесспорно. Бесспорно. Можно продавать спокойно. И не только на Binance. Окей. Значит, вы уже понятно, что такое Helium понятие первое. И этот проект хочет построить беспроводную сеть. А для чего? Для чего эта беспроводная сеть? Эта беспроводная сеть передает базу данных интернет-вешей. Ну, интернет-вешей, наверное, слышали в последнее время очень много. Я думаю, что и в России, и во Вьетнаме, и во всем мире люди говорят о революции 4.0, правильно? И IOT, если по-английски, по-русски это интернет-вешей. Я беру пример такой простой. Утром вы только что проснулись, чайник в вашем доме кипятит вам воду, ванна заполняется водой горящей, шторы раздвигаются, и они работают самостоятельно, обслуживают вас. Вы не должны ничего делать. но, чтобы эти вещи могли работать, их данные должны передаваться, или иначе эти вещи должны подключаться к интернету. А как эти данные передаются? Передаются по-разному. Через Wi-Fi, через 4G, через 5G, а вот здесь эта компания Helium создаёт среду, это есть беспроводная сеть, через которую данные, информационные данные, эти вещи передаются в интернет, и точки в этой сети беспроводной занимаются этой функцией. Окей, сейчас я перехожу на слайд, чтобы мы могли больше понять это. Значит, я сказал, что компания Helium, проект Helium даёт всем возможность участвовать в строительстве беспроводной сети, лишь бы каждый имеет устройство по стандартам. Есть компания iGoogle, вот эта компания участвует в строительстве этой беспроводной сети Helium. Вы заинтересованы или нет. Участвовать и иметь свою часть или свое устройство в этой сети или нет. Если есть, идём дальше. Примерно про интернет вещей очень много ребята, которые вы можете представить и придумать. Это может быть умные ошейники для вашей любимой собаки. Она гуляет, вы можете узнать, где она. Окей? или велосипедные трекеры, или датчики слежения за температурой, за давлением воды. Очень-очень много примеров. Но самое главное, сейчас есть оценка этого рынка, рынка интернета вещей. На данный момент этот рынок стоит 800 миллиардов долларов. И уже есть 8 миллиардов 400 миллионов устройств вещей работает самостоятельно, подключается к интернету. Но по прогнозу в 2025 году этот рынок будет стоить 2 триллиона 2,4 триллиона долларов. будут 70 миллиардов вещей устройства подключаются к интернету. А как обеспечить придачу информацию от этих вещей устройства в интернет, чтобы они работали. Эти информационные данные можно передаваться разными способами. Можно через Wi-Fi. Но вы прекрасно знаете, что Wi-Fi, который у нас дома, Wi-Fi работает с маленьким радиусом 20-30 метров. Все. Дальше уже сигналы никакие. можно через 4G или 5G. Да, 4G и 5G подальше, сильнее, но дорого. Дорого. А эта сеть беспроводная, которую Helium строит, она работает дальше, сильнее, передает больше информации, быстрее, безопаснее. И самое главное, тоже недорого. Очень дешево. Вот. Это есть и решение для этого вопроса. Сеть Helium начала работать в 2013 году. После того, как люди сделали анализы этого рынка, рынка интернета вещей, и видят, что тут есть такая нужда, необходимость иметь простую реформу, через которую информацию вещей можно передаваться в интернет, и чтобы компании, которые строят интернет вещей, могли пользоваться. И в конце 2019 года они выпустили устройство, чтобы первоначальное устройство, это беспроводная сеть, криптовалюту и блокчейн под названием Helium. Это в конце 2019 года. Вот до этого момента вы уже понимаете, что интернет уже не только для людей. Раньше интернет для нас, для каждого из нас мы пользуем, чтобы войти в веб-сайт, делать кое-что. А сейчас вещи тоже должны подключаться к интернету. и должны мы помочь им. Окей, в этом. Так, как вот эта сеть будет работать? Сеть беспроводная у Helium. Примеры мы знаем очень много, что есть конкретные такие случаи. Но эти вещи имеют информацию. Мы называем вот это IoT данные, значит информацию, которую должны передавать. И хаспот, хаспоты или устройства наши, которые мы имеем и участвуем в этой сети, придают эти данные IoT на облако в интернет. Потом оттуда информация идет в конкретные приложения к конкретным вещам, чтобы они могли работать. Это одна функция, это беспроводная сеть. Другое, вот эти устройства в сети работают по технологии, называется Proof of Coverage. Вот есть, я хочу выделить различия между этими технологиями добычи криптовалют. Биткоин вы все слышали, чтобы добывать биткоин, что мы обычно делаем, мы войдем в интернет, найдем исходный код биткоина, покупаем аппаратуру, устанавливаем в розетку, включаем аппаратуру, работает, решает задачи и добывает нам криптовалюту биткоин, правда? Но эта технология у биткоина критикуют по всему миру, что очень-очень большие затраты электроэнергии или загрязняют природную среду. Окей, это есть, слышали? Есть более современная новая технология, это технология у эфира. Мы можем запирать монеты эфира в стек и таким образом добывают новые монеты, называется эфир второй версии. Эта технология у эфира называется Proof of Stake. Окей, сейчас у Хеллиум вот там другая технология, это Proof of Coverage. Это технология, что приборы, устройства в сети придают информацию, подключают вешают интернету и добывают одновременно монеты Хеллиум для этого человека, владельца этого устройства. И монеты Хеллиум это как поощрение, поощрение за передачу, за подтверждение передаваемой информации. Вот, и мы получим эти монеты в свой личный кошелек. Окей? Так, дальше. Хеллиум, ну, в августе 2019 года Хеллиум запустили официально вот эту децентрализованную беспроводную сеть в городе Аустин, Техас, штата Шехас. И интересно, что по сравнению с Wi-Fi, вот эта сеть, устройство в этой сети работает в 200 раз дальше, чем Wi-Fi, который мы имеем дома. Значит, устройство может поймать сигналы, передавать, принимать информацию и передавать в интернет в баншом радиусе. Еще интересно, что тоже очень дешево стоит работа передачи информации. Дешевле, чем сотовые связи. И устройства, которые Helium производил, они распродали очень быстро. И сейчас в мире большая большая очередь получит эти аппаратуры, чтобы участвовать в этой сети. В 2019 году, после того, как выпустила официально эту сеть на работу, то есть компания Lime. Они протестировали Helium, чтобы отслеживать и находить скутеры. И глобальная компания Nestle тоже пользует эту сеть, чтобы отслеживать температуру напитков, доставляемых для своих клиентов. Вот какие применения для интернета вещей беспроводная сеть дает. Но сейчас говорим о другой функции этой сети. Передача информации понятна. Нас интересует другая функция. Это как мы можем заработать, участвовать в этой сети. Это мы должны, конечно, иметь устройство, аппаратуру. и это устройство работает без ежемесячной платы. Мы не должны платить за это. И зависит от места установки этой аппаратуры, от количества информации, передаваемых аппаратурой. Мы можем, каждый прибор, аппаратура может добывать от 50 хеллиумов в месяц до 50 хеллиумов в неделю. Конечно, это не обещание, не гарантия, но это реальный доход, который мы сейчас можем видеть в общем хеллиуме у каждого прибора, устройства. И еще я объясню, почему такой ажиотаж не только в Вьетнаме и вся Юго-Восточная Азия, в других странах. Количество желаемых людей участвовать в этом проекте огромное. Потому что если до августа, чтобы участвовать в этой сети, в этом проекте, люди должны потратить 900 долларов, чтобы иметь аппаратуру и участвовать в этой сети. Но с августа, с августа сейчас мы можем получать бесплатную аппаратуру, чтобы участвовать здесь. Значит, компания Айхуп Глобу, они уже нашли инвесторов, которые готовы выложить деньги, производить аппаратуру и раздать по всему миру. Такое сотрудничество с каждым конкретным человеком очень интересное. Таким образом, они могут развивать беспроводную сеть по всему миру с большой скоростью. И монеты, добываемые устройством, мы получаем час, и час компания получает. Это такое интересное сотрудничество. цена хеллиума. Здесь я говорил уже про прогнозы. Мы видим, что где-то в июле, в августе 2020 года цена хеллиума меньше 2 долларов. Сейчас 13 долларов, 13-14 долларов. И по прогнозу до 2025 года хеллиума может достигнуть 40-80 долларов. Некоторые ребята, которые понимают рынок криптовалют, дают прогноз, что через 2-3 года цена хеллиума может 200-300 долларов за одну криптовалюту. 200-300 долларов. Почему так? Потому что 1 августа уже произошел хаппинг. Кто понимает криптовалюту, то слышали слово хаппинг. До 1 августа каждом месяце устройства в этой беспроводной сети могли добывать 5 миллионов монет в месяц. А с 1 августа каждом месяце можно добывать только половину этого количества. 2 половины миллиона монет. И через некоторое время следующий хаппинг и количество добываемых будет меньше на половину. Я вам показал 223 это общее количество монет и больше 92 миллионов уже добыто. Осталось где-то 130 чем-то. Это еще долго будем устроиться. Будут добывать эти монеты долго еще. интересное устройство которое мы получаем вы видите на экране. Габариты 10 на 15 на 15 все с антенны мы подключаем к электросети у себя дома подключают в интернет чтобы это устройство могло передавать информацию от вещей в интернет все а расход расход сколько 1-2 доллара за электроэнергию которые устройство потребляет и самое главное это устройство приносит нам пассивный доход как это выглядит сейчас коронавирус 19 я не знаю как в России вы уже выходите из дома спокойно мы во Вьетнаме я сейчас на данный момент живу в ха-ши-мине город где ха-ши-мине я уже полтора месяца не выхожу из дома нельзя разве только за продуктами но если у меня есть такое устройство ковид не ковид все равно устроится работать экономический спад мы видим везде я работал раньше в туризме принимал русских туристов во Вьетнам и Юго-Восточной Азии сейчас весь туризм у нас умер но если устройство есть оно работает приносит мне монеты это не сетевой маркетинг по словам установителей этого проекта в самом деле я вижу за последние 10 дней я только даю информацию я не и люди сами сами вот там звонят связываться со мной чтобы узнать конкретно и зарегистрировать участок в этом проекте я понимаю почему такой ажиотаж дело в том что вот сейчас люди уже не должны выложить деньги чтобы приобрести это устройство а бесплатно получить это устройство в программе сотрудничества с проектом вот я не должен никому ни за кем бегать не набирать никого и это устройство работает без ежемесячных платежей и самое главное я занимаюсь своим делом ребята у меня если здесь работа пожалуйста я занимаюсь своей работой а устройство занимает своим делом это передача информации и добывание и добывает монеты окей вот вот эта политика разделения добытых монет от каждого прибора я думаю что вы должны знать допустим допустим устройство бесплатное которое вы получите добывает 100 монет в месяц то из этого 100 сколько вы получаете посмотрим максимум вы можете получить до 25 процентов монет значит если 100 добыты значит вы получите максимум 25 монет дальше если вы подключаете вот кого-то кто тоже будет получать бесплатное устройство установить у себя дома и это устройство тоже добывает 100 монет в месяц допустим то вы имеете право получить максимум до 20 процентов этих добытых монет тем приборам устройства ну если вы развиваете подключать много то приборы которые вы подключили определяются по группам бронзи льгон то вы имеете право получить дополнительные проценты 35 процентов добытых монет вашим устройством идут к кому инвесторам вот этого проекта это скорее всего тем людям которые выложили деньги на производство аппаратуры которые мы получим партнерам и конечно самой компании айхук глобо 15 процентов я беру пример чтобы вы поняли есть что если допустим вы подключаете вот там 35 человек и каждый каждый заказывает один бесплатный прибор устройства то как определяются эти аппаратуры со первого по пятый первые пять устройств которые будут работать определяются автоматически в группу в группу следующий со 6 по пятнадцатой аппаратуре определяется группу бронз 10 следующий 16 до 25 в группу синва и с 26 до бесконечности в группу гром и посмотрим сколько мы получаем от этой группы про первые пять устройства мы получим до 20 процентов добытых монет этими устройствами от группы бронз до 25 получим от каждого от каждого устройства от группы синва до 30 от группы вон до 35 и посмотрим допустим каждое устройство зарабатывает 100 добывает 100 монет в месяц то мы получим 20 до 20 процентов от первой группы это 100 монет от второй группы бронз 250 от третьей 300 от четвертой вон 350 в обшей сложности в месяц мы получим от устройства которое мы подключили 1000 монет и на 12 месяцев получается 12000 хеллиум в год мы получаем ну я беру примерно по 10 долларов сейчас больше 13 больше 13 но я беру 10 ну добавьте нон это 120 тысяч долларов я не должен не не надо думать ничего я подключаю а вот те числа людей если они хотят получить они тоже копируют и делают как и я и они делают так то я и аппаратуры которые они подключают делятся в группу бронзин вагон и тогда я имею возможность получить дополнительные проценты глубже глубже окей это основная политика вот там у компании iHub global когда мы получим устройство и эти устройства отработают добывают монеты вот и все эти хаспорты устройства мы можем видеть на блокчейн helium окей окей сейчас вот там я перехожу на обратно на веб-сайт чтобы вам кое-что показать давайте зайдем в explorer вот на данный момент ребята это количество растет с каждым часом вчера когда я сделал тоже вот с российским рынком вебина количество вот где-то сто четыре тысячи а сейчас уже вот видите такое количество и мы можем видеть устройство где установлены больше всего на данный момент это северная америка США Канада дюжная дюжная центральная америка есть но немного африка разве только вот там это на юге чуть-чуть но европа западная европа это вообще такое количество россии украина есть россии есть несколько устройств всего-навсего но восточный побережье Китая такое тоже количество аппаратуры работает а во Вьетнаме где я живу но пока нет аппаратуры если мы хотим знать вот каждое устройство сколько зарабатывает сколько добывает монет давай я попробую выбираем страну которая ближе к нам давай Украина вчера я видел Украина вот это так окей Украина так Одесса вот окей Ветя Одесса есть там каждый участок как шестиугольный такой это есть зона действия одного устройства компания пишет четко на веб-сайте что каждая аппаратура должна находиться в расстоянии 300 метров от соседного от соседского почему 300 метров потому что это устройство охватывает зону и это устройство может передаваться информацией спокойно и если вот держать расстояние между устройствами минимум 300 метров то сеть беспроводная охватывает лучше по всему миру передает информацию от вещей в интернет лучше и конечно тоже добывать больше монеты если близко то понятно два устройства вместе одну функцию одну работу делать то тогда эффективно меньше мы же не хотим чтобы рядом с нами какой-то совсем рядом какое-то устройство другое работает правильно сейчас давайте я нажимаю на любой точку на любой участок чтобы смотреть дело потому что каждый участок идет с одним личным кошельком у кого-то у владельца этого устройства давай я нажимаю вот там посмотрим давай крайне вот значит это устройство добывали 22 хеллиума в прошлом месяце ок рядом вот тоже разный результат дает 87 56 дальше сколько 80 110 больше 100 зарабатывает вот 71 то значит видите вот там вот это кошелек значит каждое каждое устройство работает передает информацию в интернет и добывает разное количество есть вот зависит от того от чего от места установки этой аппаратуры это во-первых во-вторых от количества передаваемых информации в интернет вот значит люди зарабатывают по-разному есть уже апп мы можем тоже тут посмотреть где что и как США Северная Америка Европа восточные побережья вот вьетнам пока нет вот Таиланд Малайзия Сингапур Филиппин Индонезия есть немножко вот у нас вьетнаме еще нет мы первым в Монголии уже есть а в России я вижу только три устройства в России первый вот это Москва видите Москва и Триаза вот даже на Украине гораздо больше устройства не жили в России вот на Беларуси мало Киев Кременщук Одесса даже Мондова тоже в России устройства установлены на данный момент ок наверное моя часть первая закончилась а еще один момент как эти устройства работают они работают ну как я вам сказал что на веб-сайт написано вот это устройство RAC Wireless LoRaWAN что такое технология LoRaWAN мы можем войти в веб-сайт thethingsnetwork.org это есть это веб-сайт где все эти устройства занимаются функцией передачи информации отпишей в интернет LoRaWAN это технология где устройство работает на низкой частоте радио и в каждой стране есть одна частота для этого прибора по этой LoRaWAN мы видим в Северной Америке и Южной немножко свет темно-синий значит приборы устройства работают в тех странах на одной частоте Дипропа одна частота вся Россия одна Китай другая частота Инди другая Япония другая и вся юга в